Мы продолжаем рассказывать вам про историю гор электротранспорта бывшего Советского Союза. И сегодня мы вас познакомим с интересным трамваем, чудом доживших до наших дней, благодаря усилиям коллектива Салтовского трамвайного депо. Это трамвай МТВ-82. МТВ обозначает московский трамвай. МТВ-82 индекс он получил в честь военного завода, который тоже имел индекс 82, и который в 1946 году получил название Тушинский завод. Поэтому МТВ-82, московский трамвай, выпущенный на 82-м военном заводе. Трамвай очень красивый. Это был действительно массовый трамвай Советского Союза, который пришел на смену знаменитому в народе трамваю серии Х, Харьковскому трамваю. Тест-драйв этого трамвая у нас уже был на канале. Ссылочка будет в описании под видео. Трамвай тоже очень интересный, с интересной историей. И кинозвезда еще, так что рекомендую к просмотру. Мопеды, мотоциклы, грузовики, автобусы, дехтовой транспорт. Ребята, это кайф. С вами канал Кузница Тест-драйва и я его ведущий Максим Красильников. МТВ-82. Разработка этого трамвая началась в 1945 году. Потому что еще в 1943 году до конца войны Великой Отечественной остается два года. Но руководство страны задумалось, что будет после победы. Как большая огромная страна будет возвращаться к мирной жизни. И на одном из совещаний наркомов, на котором присутствовал лично Василий Виссарионович Сталин, Сталин задал вопрос, как мы будем людей на работу возить и в театры. К сожалению, довоенная автобусная промышленность, трамвайная и троллейбусная была слабо развита в стране Советов. И сразу несколько КБ сели за чертежные доски. Так появились на свет. В 1947 году появился трамвай МТВ-82, троллейбус МТВ-82 и автобус ЗИС-154. Дизель-электроход очень редкий. К сожалению, такой автобус сохранился в единственном экземпляре в мире. И находится он в музее Мосгортранса. Очень хороший тест-драйв снял Иван Зинкевич. Ссылочку тоже поставлю в описании. Может быть, когда-нибудь кузница тест-драйва доберется и до этого легендарного автобуса. И не только легендарного, а технически продвинутого. Ребят, представьте, 1946 год. Но страна Советов уже имеет свой дизель-электроход. Что такое дизель-электроход? Это автобус, который имеет дизельный двигатель. Который работает, выполняет функцию генератора и электромотор. На автобусе отсутствовала коробка передач. Но, к сожалению, разработка была старая. Но более подробнее, как я говорил, в тест-драйве. Ссылочка на которое будет в описании. Обратите внимание, сколько всяких элементов декора на этом трамвае. То же самое я смотрю на дома сталинской постройки. Как их называют в народе сталинки. Насколько там было больше лепнины, высокие потолки, большие окна. Потому что одно из распоряжений Иосифа Виссарионовича было сделать послевоенную жизнь трудового человека радостно. И даже по обществу транспорту на этом заседании, о котором я говорил раньше, была сказана очень хорошая фраза. Рабочего человека после этой тяжелой и страшной войны должно радовать все. И даже то средство, на котором он добирается до работы. Поэтому автобус, троллейбус и трамвай должны быть красивы, блестеть, обязательно украшать. Красная звезда, переднюю часть транспортного средства. И так как ослушаться товарища Сталина никто не мог, получились красивые, яркие и очень современные на тот момент единицы техники. К слову сказать, даже в 1975 году по территории Парижа ходили автобусы еще до военных годов выпуска, выпущенные до Второй мировой войны. Все-таки Советский Союз за первые две пятилетки послевоенные практически полностью восстановился. Это был великий трудовой подвиг советского народа, который сразу после военного великого подвига дополнил и показал всему миру мощь и силу советского народа. Транвай очень интересен. Тут же, так же, как и на серии Х, остался человекоулавливатель. Все-таки, насколько раньше думали о людях, если, не дай бог, на рельсы перед трамваем падает человек, то у водителя есть рычаг специальный, на который он давит, и человекоулавливатель, так называемая, вот эта вот конструкция, она опускается вниз и подбирает человека. И не дает ему попасть под колеса вагона. Сейчас, к сожалению, таких устройств элементарных нет. Увы, нету, потому что если сейчас попадает человек по трамваю, то, в принципе, ребята, получается мясорубка. Но вернемся к самим характеристикам трамвая. Трамвай у нас стоит на двух тележках. Это высокопольный трамвай. На нем установлено 4 электродвигателя мощностью по 55 кВт каждый. 55 кВт – это у нас 75 лошадиных сил, поэтому суммарно мощность трамвая – 300 лошадиных сил, чтобы было более понятно для автолюбителей. Этот трамвай развивал максимальную скорость 45 км в час. И на то время это была хорошая, можно сказать, даже бешеная скорость для вот этого монстра, который весит 17,5 тонн. Это очень много, я так считаю. Кстати, пишите в комментариях, много это или немного. Потому что современный трамвай в среднем сейчас тоже весит от 18 до 22 тонн. Мне очень нравится этот дизайн. Он такой действительно настоящий ретро. Он такой вот очень няшный, на мой взгляд. Вот эти круглые фары, вот эти проемы, полностью квадратные окон. И вот эти маленькие овальные окошки, которые дают больше света и больше радости пассажирам. Все-таки при таких маленьких окнах, наверное, было бы немножко мрачновато в салоне этого трамвая. Я еще помню в городе Таганроге по пятому маршруту трамвайному в середине 80-х, точно не назову какой год, ходил один вот такой вот старичок. И я помню, как я пропускал современные советские трамваи и ждал именно МТБ-82. Наверное, еще тогда я заболел ретро-движением каким-то подсознательно. Но он мне всегда нравился. Он такой какой-то уютный, добрый, мягкий, теплый. Теплый трамвай. Когда на смену МТБ-82 стала поступать более современная техника, некоторые водители уходили с неохотой на чехословацкие Татры и советские трамваи. Почему? Потому что это был простой и надежный в эксплуатации трамвай. Его можно сравнить, наверное, как с винтовкой Мосина или с автоматом Калашникова. Осечек он не дает. Я нашел очень много информации в интернете. Но опять, насколько можно верить интернету. Мы сейчас тоже немножко про эту тему поговорим. В интернете, знаете, есть такой авторитетный сайт Википедия, которому я сто раз говорю, что верить лучше на 100% не надо. Там написано, что МТБ-82 до 1982 года служил на пассажирских линиях в городе Москве, до 1984 года включительно на линии в Харькове и до 1989 года на линии в городе Одесса. Немножко пообщавшись с ребятами из Салтовского депо, которые изучают историю этого трамвая, я узнал совершенно другую информацию, по крайней мере, про эксплуатацию таких вагонов в городе Харькове. Но об этом чуть позже. А сейчас, друзья, предлагаю зайти в салон этого легендарного трамвая. Я думаю, что многие из вас вспомнят свою юность, свое детство, свои детские годы. Может быть, кто-то даже ездил на работу. Я думаю, что многим из вас это будет такой маленький экскурс в свое светлое, приятное прошлое. Друзья, хочу вас познакомить с Владимиром. Это один из участников такой группы «Харьков Транспортный», плюс любитель ретро-трамваев, ретро-троллейбусов, ретро-автобусов, который занимается непосредственно как восстановлением такой техники, так иногда и садится за органы управления трамвая. Володь, вы уже очень много провели, восстановили историческое такое, можно сказать, справедливости, исправили какие-то огрешности в интернете, с каких по каких годы работал, какой транспорт был, не был, но все на территории Харьковской области, так понимаю, по Харьковской области. Город Харьков, то есть более такие детали, которые интересуют по Харькову, по региону, это мы вот изучали, интересовали, собирали материал, поэтому понемножечку владеем этой информацией. Вот меня интересует сама история этого вагона, как он появился, почему он дожил до этих дней. Всего в Харькове было в пассажирской эксплуатации 49 таких вагонов, то есть первые начали поступать летом 53-го года, то есть Харьков был не первым, кто их эксплуатировал, вот, и приходили такими примерно небольшими партиями вплоть до 60-го года. Этот вагон из последней партии, именно этот вагон, который приходил, там, поставлялась с 58-го по 60-й, вот, он эксплуатировался на линиях, на маршрутах, они там у нас в Харькове, считался такой знаковый подвижной состав и был такой очень знаковый маршрут, проходил по центру города, от вокзала в центральный парк Горькова. И вот эти вагоны, когда только начали приходить, они эксплуатировались в основном именно на 11-м маршруте. Вот, ну, потом, в последующие годы они уже разбрелись, так скажем, по другим маршрутам, и вот именно этот вагон проездил на линии города Харькова до 71-го года, всего немножко, как бы. Но это не было связано с тем, что он там износился, или там уже там у него было какое-то аварийное состояние, то есть его списали не потому, что он там был в плохом уже ужасном состоянии, а потому что на те годы, у нас в Харькове уже вся грузовая и спецтехника, которая имелась в большом количестве, она устарела, она была, как правило, еще до военного производства, и не было вагонов, которые можно было бы переделывать в служебные, в грузовые, для нужд обслуживания всей сети городской. И вот именно этот вагон вывели из эксплуатации именно по этой причине, чтобы переделать, конкретно этот вагон переделали в путь измеритель. То есть был вагон, который ездил по линиям, были специальные приборы, агрегаты, которые здесь были установлены в салоне, и они позволяли смотреть, контролировать техническое состояние линий, рельсов, контактной сети, ну в основном это касалось линий. Насколько я знаю, этот вагон не просто стоит в депо, радует глаз работников депо, он еще и выезжает на трамвайные линии. По каким мероприятиям, ну и для чего вы это делаете? Ну, значит, раз этот вагон уже сохранился в Харькове, будет глупо его где-то прятать. И поэтому этот вагон депо с радостью и с удовольствием предоставляют в аренду на экскурсии, на какие-то мероприятия, на спецзаказы. То есть тут можно отпраздновать день рождения, тут может быть свадьба, может быть это будет какая-то просто ретро-экскурсия по Харькову, просто это будет намного душевней. И, скажем так, лампа весь, она будет проходить именно в салоне такого трамвая, хотя он так не совсем прямо в аутентичном виде сохранился, но тем не менее, окна, общий такой интерьер, он сохранился именно в тех временах. Даже эти окна, которых уже в последующих во всех моделях трамваях, их не было. И здесь это все сохранилось в аутентичном виде, поэтому очень так душевно. В интернете, когда я готовился к съемкам, перерыл кучу сайтов, в том числе и Википедию, как говорил герой сватов, авторитетный сайт, это не я говорю, это Википедия говорит. Я там нашел информацию, что вагоны МТВ-82 использовались на пассажирских линиях города Харькова до 1984 года. Ну, это не совсем правильная информация. У нас они эксплуатировались с лета 1953-го, когда начали переходить, и последние были списаны в 1977-м году. То есть они эксплуатировались в дальнейшем не в пассажирской эксплуатации, а в качестве грузовых вагонов, вагонов спецтехники, потому что основная масса этих вагонов была переделана именно в спецтехнику. В Харькове был очень мощный грузовой парк, потому что была очень разветвленная и большая трамвайная сеть, которая нуждалась в постоянных ремонтах, контроле и так далее. Поэтому был необходим большой парк грузовых вагонов. И вот именно МТВ выбрали за основу этих всех грузовых вагонов. Он очень мощный, надежный. То есть тут очень мощная рама, которая позволяла переделывать в платформы эти вагоны, то есть грузовые платформы. И очень простой, надежный, как вы уже сказали, как автомат Калашникова. Да, действительно. И вот сейчас немножко, ребята, вернемся к салону этого эпохального трамвая. Потому что, как я говорил уже, МТВ-82 пришел на смену знаменитому трамваю серии Х. Это был второй, можно назвать его так, второй самый массовый трамвай Советского Союза, который действительно очень много прослужил на благо народов СССР. И мне кажется, география эксплуатации была, это действительно все СССР. Да, полностью. Вот. Мы находимся в салоне. Салон у нас, как вы видите, пол обит деревянной рейкой. Кстати, убрали, мне кажется, ту недоработку, которая была в Харьковском трамвай. Сюда уже женский каблук, по-моему, точно не попадет. Здесь у нас 40 пассажирских мест. По паспорту сюда может набиваться официально 140 человек, ребят, 140 человек. Это у нас выходит 8 человек на метр квадратный. Я думаю, что и 10 человек на метр квадратный сюда успешно залазило. И суммарные 300 лошадиных сил 4 электромоторов, я думаю, успешно его тянули. И если вот вернуться, наверное, к его техническим характеристинкам, Володя, смотри, 45 километров в час. Даже больше. Ну, больше, я думаю, что можно разогнать. Можно, они разогнать. Можно, конечно, ориентировочные. Но я думаю, что вот эта скорость, 45 километров в час, еще раз подчеркивает ту неспешность, ту размеренность жизни и быта людей середины 20 века. Да, после военных годов. Да. Уже не надо было бежать куда-то в атаку, надо было только спешить на работу, спешить восстанавливать государство. И мне кажется, именно за вот это мы и любим старую технику, за ту неспешность, потому что сейчас жизнь изменилась кардинально. Мы куда-то бежим, опаздываем. Вот вспомните, недавно мы не знали, что такое электронная почта. Ребята, да недавно мы не знали, что такое факс. Надо было передать бумажку, отпечатал на печатной машинке, взял, поехал на другой конец города, там поставил печать, поехал на другой конец города, там ее отдал. Сейчас это все делается в электронном виде, и мы все равно ничего не успеваем. Тогда успевали все, и благодаря вот таким вот труженикам горэлектротранспорта. А теперь предлагаю рассмотреть его сбоку и немножко поговорить о его подвеске. И почему этот трамвай сняли с пассажирской эксплуатации. МТВ-82 – это высокопольный трамвай, который стоит на двух тележках и на четырех осях. Как видите, посередине между колесными парами у нас отсутствует тормозной башмак. И именно это сыграло большую роль в принятии решения снятия с пассажирской эксплуатации таких вот вагонов. Потому что трамвай на свежескошенной траве, на опавшей листве, на таком легком снежку, очень легко срывался в юз. У него не было дополнительной системы торможения. Но, опять же, просто, элементарно и надежно. Что еще надо было для полного счастья водителю трамвая и обслуживающему персоналу трамвайных депо? Итак, я на рабочем месте водителя, в кабине, блин, реально супер-супер ретро трамвая МТВ-82. Ребят, конечно, садишься, понимаешь, что ты попал действительно в сороковые годы. Во-первых, кабина очень узкая из-за большого загромождения органов управления. А сейчас мы давайте немножко по ним пробежимся. На полу у нас имеется четыре педали. Первая педаль, это у нас отвечает за трамвайный звонок. Вторая педаль, это у нас отвечает за аварийный звонок. Потому что, если электрический вдруг у вас ломается, здесь установлен звонок, можно сказать, с трамвая серии Х. Принудительно, я ногой болтаю и как колокольчик, слышите, какой звук, я надеюсь, микрофон передаст, звенит. И третья педаль посередине, это у нас сброс песка под колеса трамвая, под колесные пары. И что дает выброс песка под колесо, это ребята в гололед, например, в скользкие рельсы подняться на какую-то горку. А иногда банально, когда трамвай перегружен, просто тронуться с места. Еще у нас есть четвертая педаль, которая находится в колонке ручного тормоза, стояночного точнее. Это такое колесо у нас стояночного тормоза, когда вы его накручиваете. Вот сейчас он встал на тормоз, на стояночный. Потом нажимаете педаль, и что-то оно не хочет назад возвращаться. А, сильнее. Так, накрутили. Теперь, как нам говорят специалисты, нажимаем. О, точно. Раскручивается. Вот так вот опускается стояночный тормоз на этом трамвае. Что у нас идет дальше? Как я говорил, это у нас стояночный тормоз. Вот это у нас ручка тормоза. И ручка... В начале ролика я вам показывал человека-улавливатель. Если мы проводим ручку в конец, раздается звук шипения. Человека-улавливатель опустился вниз. Сейчас поставили среднее положение. Человека-улавливатель поднялся. И сюда этот тормоз мы сняли. Сейчас она стоит на тормозе. Впереди, можно так сказать, это турпеда. У нас здесь идет манометр, потому что у нас трамвай снабжен пневмосистемой. И ручка открытия-закрытия дверей. Кран закрытия-открытия дверей. Тумблер переключения фар. И самое интересное, ребята, это стеклоочистители. Вот сейчас я включу два крана стеклоочистителя на левую половинку и на правую половинку окна лобового. Что самое интересное, ребята, они не электрические. Они у нас пневмо. Когда мы его открываем... Что-то неплохо. Вот, видите, я его меньше прикрываю, кран. Они работают медленнее. Открываю больше. Воздуха подается больше и болтается больше. И опять же, есть, как всегда, аварийная ситуация. Видите, как продублировано, как в современном авиалайнере. Вы можете все это делать вручную. Но самое большое ноу-хау этого трамвая, по сравнению с трамваями серии Х, это то, что появилось отопление. Неужели у нас есть отопление? Вот у нас стоят колориферы на подогрев кабины водителя. И также еще стояло 4 электропичи в салоне. Поэтому трамвай получился действительно теплый. Как я говорил в начале ролика, он добрый, няшный, душевный и теплый. Но теплый не только в переносном смысле слова, но и теплый в прямом смысле. Потому что зимы все-таки у нас холодные. Здесь у нас стоит огромная, огромная мандулень, на которая у нас отвечает. Это реверс хода ручка вперед-назад. И именно ручка, которая переключает позиции. Это, в принципе, движение трамвая. Все висит на этой ручке. Не знаю, насколько удобно, потому что действительно очень сидеть. Сидишь высоко, очень близко к стеклу, кстати. Очень хороший обзор. Например, боковое вот это вот стеклышко, оно идет больше не для обзора, что у меня там делается, а именно для того, чтобы я мог посмотреть зеркало заднего вида. Кстати, вот два зеркала заднего вида, и в принципе, все хорошо вижу. И если так разобраться, друзья, действительно, моя левая рука лежит на ручке хода. И в принципе, все очень под рукой, очень интуитивно. Одна рука на тормозе, одна рука на рукоятке хода. Ну, очень, по-моему, не знаю, удобно. Но самое интересное, что я был поражен, то, что лобовые стекла маленькие, вот это вот маленькое какое-то овальное окошечко. Но действительно, обзор обалденный за то, что я сижу близко, не так, как в современных трамваях, где у меня огромная приборная панель впереди. Я вижу, ребята, вот, если чуть-чуть подавшись вперед, я вижу практически все перед передней частью трамвая. Здесь у нас идет вот такой вот лючок. Ребята, это смена маршрутов. Это у нас доступ к маршруту указателю. А вот эти два лючка – это смена лампочек в фарах маршрута указателя цветного. Потому что раньше было очень много неграмотных людей, которые, к сожалению, не только писать, но и считать не умели. Поэтому разными цветами подавалось, например, синий и красный в Аплофон. Если горит, например, синий – это первый номер. Синий – красный – это второй. Если горит красный – это третий номер трамвая маршрута имеется в виду. И вот так вот менялось из-за цветовой гаммы. Можно было перебрать несколько вариантов маршрутов. Маршрутов было не так много. К сожалению, здесь они не сохранились, именно цветные вот эти вот стеклышки. Здесь стоит просто как габарит. Но такие вот системы устанавливались как на автобусах, на троллейбусах. И, насколько я знаю, что еще в некоторых городах на постсоветском пространстве до сих пор используется цветовое указание номера маршрута на современных уже автобусах и троллейбусах. Кстати, более подробно, как это работает, мы рассказывали во время тест-драйва тоже очень редкого автобуса 1938 года АМО-3, либо ЗИС-8. Называть его можно по-разному, но в Харькове выпускался именно под брендом АМО. Это харьковский автобус был. Хотя это копия автобуса легендарного ЗИС-8. Ссылочку тоже, если не забуду, поставлю в описании. Ребята, и в углу кабины водителя находится... Сейчас мы на гаджет примастырили гоупрошку, а вот это, ребята, лестница, по которой водитель трамвая мог забираться на крышу для доступа к пантографу. Ну, а за пантограф надо поговорить немножко отдельно. А теперь расскажу вам очень интересный такой, как сейчас называют лайфхак, да, там этот прикол из жизни водителя трамвая. Как вы знаете, раньше, когда водитель там такси приезжал, сдавал ключи, да, там от машины. Ну, не всегда, но были там такие правила. То же самое, оказывается, было на трамвае, только это не ограничилось ключами, потому что их здесь нет. Почему все ручки, посмотрите, вот ручка реверса, и вот, ребята, стоп-кран. Ручка стоп-крана. Потому что после каждой смены водитель трамвая снимал ручку с реверса, снимал ручку стоп-крана, брал вот такой ломик, башмак, и нес, сдавал вместе со сменой в диспетчерскую. Для чего это делалось? Это, в принципе, и есть ключ от трамвая, потому что без него разблокировать тормозную систему и сдвинуть с места вагон невозможно. Были случаи, кстати, как мне рассказали, даже в городе Харькове, когда уволили там за пьянки водителя, обиженный человек пришел ночью и угнал зачем-то трамвай. Ну, вы знаете, пьяному человеку море по колено, и куда он трамвай хотел деть, тут уже тоже история, покрытая мраком. Пишите, кстати, в комментариях свои версии. Но вот именно вот такой действительно прикол со сдачей кучи железа и утром при выходе на смену получения его имел место в жизни. Сейчас я немножко почувствую себя водителем трамвая середины 20-го века. Ребята, вот в руках у меня лестница. Цепляется она за лестницу, которая стоит уже стационарно на крыше. Два упора. И когда, не дай бог, веревка уходит, когда ее выкидывают на крышу, например, чтобы токоприемник опустить то-то доставится лестницей, или какие-то работы с токоприемником, тогда водитель ставит сюда ногу. Вот еще один у нас есть такой вот выемка для ноги с крышечкой. Кстати, все очень солидно сделано. Я представляю, как она на ходу гремела. И водитель попадает таким, или обслуживающий персонал трамвайного депо попадает на крышу трамвая. Что самое интересное еще в этой модели, то, что именно на трамвае МТВ-82 было применено интересное решение. Как вы видите, токоприемник здесь не трапеция идет, сам бугель такой выгнутый. И именно на этом трамвае, когда трамвай начинает ехать назад, только приемник перекидывается на другую сторону. К сожалению, на этом образце эта уже функция выключена. Изначально работало именно так. Когда трамвай начинает двигаться назад, только приемник перекидывается в рабочее положение движения вперед. Такая вот интересная конструкция этого трамвая. Кстати, посмотрите на дизайн задней части. Вот он смотрится как-то, я не знаю, действительно монументально. И так как сам Тушинский-то завод, это был авиазавод, поэтому авиационные нотки и остались в продукции этого завода и в разработках. Изначально этот трамвай, не изначально, а всегда этот трамвай, строился из летучего металла, как его называют, из авиационного алюминия. Поэтому он весь на клепках. Как здесь мы видим уже клепки, некоторые, это уже новодел. Это уже ремонты, понятно, он за столько десятилетий проходил. Но на бортах очень похоже еще остались заводские родные клепки. И на кадрах хроники можно еще увидеть, на цветных кадрах хроники, как этот авиационный алюминий полировали, он блестен, он был не крашен. Автобусы, трамваи, троллейбусы этой серии переливались в хроме, в ярко-красном цвете, в полированном авиационном алюминии и действительно радовали глаз горожанам. Насколько я знаю, что этот трамвай даже возили в Ленинград, и он участвовал в выставке, в какой именно и зачем из Харькова тяжеленную елдовину тащить в Ленинград, на другой конец страны. Да, это очень интересная история, потому что после переделки этого вагона в специальный подвижной состав, служебный, в пути измеритель, это был, видимо, настолько показательный проект для Харькова, что устраивались все союзные выставки достижения какого-то городских хозяйств и выбрали именно этот вагон для того, чтобы показать, что вот Харьков превратил пассажирский вагон в такой вот интересный пути измеритель с современным на то время оборудованием. И это очень интересно вообще для трамвая, потому что в отличие от автобуса, от других колесных транспортных средств, он обычно, если приходит в какое-то хозяйство, в какой-то город, он там и остается. То есть его редко куда-то там возят, показывают, он своим ходом поехать не может, это целое дело. Поэтому то, что он участвовал во все союзные выставки тогда еще в Ленинграде, это очень интересная его биография. Я так понимаю, это было достижение именно аппаратуры, которую сюда напичкли. Я думаю, что она была и изобретена, придумана в Харькове, да, и для внедрения, наверное, поделиться опытом и для внедрения на все территории Советского Союза. Именно для этого и были, я думаю, эти выставки, чтобы делились опытом хозяйства, какими-то передовыми достижениями. И, по-моему, даже точно не могу сказать, но после того, как этот вагон показали в Ленинграде, подобные вагоны еще создавались на базе пассажирских в других городах. То есть мы чем-то помогли другим хозяйствам. А в каком году это была выставка? То есть он был переделан в служебный, в 71-м, и выставка была вот как раз где-то после... 72-го, 73-го? Да, где-то так. Точно сказать сейчас не могу. У меня тогда еще не было, поэтому... Получается, это исторический вагон? Конечно. Он не только несет техническую историческую ценность, но еще и на нем откатывались какие-то ноу-хау, какие-то изобретения, как сейчас называют, гаджеты. 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 Сейчас это гаджеты, а тогда это было очень интересно похвастаться какой-то техникой, трамваями, путиизмерителями и так далее. Но это было актуально, потому что пассажироперевозки тогда стояли очень в первом месте. Спасибо, Володя, за интересный рассказ. Надеюсь, еще неоднократно увидимся. Ты расскажешь про другие единицы техники, которые живут в Харькове или, может быть, которых уже нет, но более подробно расскажешь про их историю. Спасибо большое. Спасибо, Максим. Ребята, у меня сегодня огромное событие в жизни. Первый раз сижу в кабине трамвая. Сидеть-то я сидел, а именно сейчас я первый раз попробую стронуть эту практически 20-тонную конструкцию с места. Мне только что Иван провел такой маленький обучающий ликбез. С Ваней мы обязательно вас познакомим. Мы же скоро будем снимать интересный ролик про систему обучения, кстати, которая очень интересна на водителя трамвая, так что следите за новостями канала. Итак, ребят, мы поставили ручку в реверс, реверса на задний ход, отпускаем тормоз. Вот он отошел. И теперь по чуть-чуть начинаем сдвигать рукоятку хода назад. Вот это мы как бы на нейтралке катимся. в принципе, если честно, страшно. Потому что органы управления совершенно другие, чем на автобусе. И вы знаете, я нифига не вижу, куда мы едем. Потому что сзади стоит Володя на задней двери и смотрит, куда мы едем. А теперь мы вот так останавливаемся. Резко, видите, не совсем умеет. теперь, ребята, мы переводим селектор вперед. Тяжело он работает. Кстати, интересно, селектор переводится вот таким ключом. Это ключ реверса называется, как мне подсказывают. Опять же, мы берем, отпускаем тормоз и начинаем движение вперед. Ну, кстати, действительно, обзор из кабины меня очень радует. И начинаем потихоньку тормозить. Да, все-таки мне далеко до того профессионализма, которым владеют водитель трамвая, тормозить плавно я еще не научился. Поэтому сейчас, чтобы немножко почувствовать себя на месте пассажира, окунуться в середину прошлого века, я уступлю место профессионалу, а сам пойду займу место пассажира. Все-таки мне в своей моей жизни приходилось кататься на таких трамваях именно на месте пассажира. Обратите внимание, как раньше было удобно сидеть. Вот поднимается вверх и фиксируется окно, и я могу наслаждаться видами. И мне не жарко. В салоне этого трамвая очень даже комфортно себя чувствую. Сегодня мы познакомили вас с эпохальным легендарным трамваем МТВ-82, который чудом дожил до нашего времени благодаря усилиям небольшой группы энтузиастов и при поддержке администрации Харьковского Салтовского депо трамвайного. За это, ребят, отдельное всем спасибо. И спасибо за то, что дали возможность познакомить наших зрителей с этой уникальной единицей техники. Но на этом трамвае мы останавливаться не будем. Тема общественного транспорта, она очень интересна и близка, наверное, каждому человеку, каждому нашему зрителю. Поэтому в ближайшее время, ребят, мы будем снимать еще старые трамваи и еще старые троллейбусы. Конечно же, не обойдем наши любимые старые автобусы, легковые автомобили. Чтобы ничего не пропустить, подписывайтесь на наш канал и скажу вам такой новый наш девиз в конце видео. Ретровики всех стран, объединяйтесь. До новых встреч! Мопеды, мотоциклы, грузовики, автобусы, легковой транспорт. Ребята, это кайф!